Эти зёрна растут на всех обитаемых континентах, исключая лишь Австралию и Европу. Напиток из этих зёрен пьют на всех континентах, включая Антарктиду. И только одна страна для всего остального мира создала и продолжает поддерживать рецептуру, стандарты качества и способы приготовления напитка, всякий раз завершая эти работы лишь с восклицанием «Великолепно! Перфекто!». Мы считаем свою продукцию эталоном качества кофемашины. Которая позволяет приготовить весь спектр кофейных напитков. Эспрессо, ристретто, капучино, латте макеата. Для каждого итальянца кофе должен содержать три П. Первая – перфекционное, то есть совершенство. Кофе не должен содержать дефектов, зёрна должны быть тщательно отобраны. Вторая – пэ, потенса, то есть сила. Секрет эспрессо в очень крепком аромате. Третья – пэ, профондита, то есть глубина. Итальянцам нравятся сложные ароматы и их оттенки. У нас есть знаменитое правило четырёх М. Это простая формула, в которой сбалансированы все четыре элемента, необходимые для приготовления идеального эспрессо. Первая М – мисчелла, то есть правильная смесь разных сортов кофе. Вторая М – мачинатура, то есть правильные помолы дозировка. Третья М – макина, то есть сама кофемашина. И последняя М – мана, то есть рука баристы. Болонья дала своё имя плащу Болонской образовательной системе. А ещё её главный символ особо указывает, что каждому часу свой кофе и своё настроение. До, во время и после напитка. Музыка. Музыка. Продолжение следует... Продолжение следует... Доброе утро, Марко. Доброе утро. Два латте макеата, сеньора, верно? Да, Марко, да. Два латте макеата. Джульетта, он уже даже не спрашивает, чего хочу я. Два макеата, сеньора. Все правильно, мы это и хотели взять. Да, но я хочу ристретто. Ристретто по утрам? Но, Фредерико, у тебя уже не то сердце. Нет, сейчас мы пьем только латте макеата. А после обеда я тебе разрешу эспрессо. А сейчас макеату. Его молоко богато кальцием и очень питательно для завтрака. О, а вот и наш макеату. Итак, один, второй, пожалуйста. Чудно, чудно. Да уж. Латте макеата прекрасен. Да, а еще прекраснее то, что после обеда я, наконец, буду пить свой эспрессо. О, Фредерико, ну сколько можно читать газету «До латспорт», когда пьешь макеата с женой? Это же минута нашего общения. И скажи, какой смысл читать про вчерашний матч Ювентуса, когда ты его уже видел по телевизору? Я лучше знаю, зачем мне это читать. Хоть мачи был дерьмо. А макеата прям не дурен. Да, да, да. Еще макеата? Нет, нет, Марко, нам пока достаточно. Ну что ж, так я вас жду после обеда. Да, да, Марко. И тогда, Марко, будь добр, ты меня спроси, а не хотим ли мы два эспрессо? Это идеальный латте макеата. Прекрасно подходит в начале дня. Он питателен с низким содержанием кофеина и обволакивающей молочной пенкой. Алиссандро Готьери, член итальянской ассоциации Бористо. Вырос в кофейне, у них семейное заведение. Профессионалом стал считать себя после 10 лет практики. Итальянцы завезли кофе в Европу от арабов в 16 веке. С конца 17 века это напиток, ради которого открывают специальное заведение. Первым кафе был венецианский флориан. Традицию употребления создавал весь продвинутый итальянский север. Торговый триест, культурная столица Флоренция, университетский центр Болонья, традицию качества поддерживает Национальный институт дегустаторов кофе. Уже по цвету и пенке можно определить, из каких зерен кофе приготовлен и каким будет вкус. Цвет говорит о качестве зерен и о способе приготовления. Если кофемашина хорошо налажена, то пенка должна получиться ореховой. Затем переходит ко вкусовому и тактильному анализу. С первого глотка понятна густота напитка. Мы называем это тело кофе. Идеальный кофе должен быть очень насыщенным по вкусу. Во рту должно остаться бархатистое ощущение. Мануэла Виолони – член Ассоциации дегустаторов, которая за 10 последних лет провела более 400 тысяч тестов. Мануэла Виолони – член Ассоциации дегуста. КОНЕЦ Доброе утро. Доброе утро, Марко. Ристрето, без сахара. Ристрето. Вот оно, счастье папарацци. Два фото Дикаприо, выходящего с яхты. Одно для Стампы, другое для Месседжера. Поздравляю, Эллио. Спасибо. А знаешь, с кем приехал на венецианский фестиваль Стэрик Николсон? Нет. Да ладно, не может быть. Надо же. Правда. Мои поздравления. Спасибо. Но это ещё не всё. А в номере эксельсёра он поселился с... Так ведь она же была с... Так, ещё ристрето и снова в бой. Ристрето. Ристрето. Это напиток для тех, кто хочет насладиться самым густым и крепким кофе. Это напиток для тех, кто хочет всё и сразу и желает наслаждаться кофе много раз в течение дня. Особо кофейным местом, даже по итальянским меркам, делает Болоню то обстоятельство, что она центр кофейного машиностроения. Есть и такое. В окрестностях города располагается фабрика, на которой выпускают флагманские кофемашины Саека. Как любое стратегическое оружие, флагманские кофемашины производятся вдали от людских глаз, в укромном месте среди лесистых гор. Четверть века назад здесь изобрели первую полностью автоматическую кофемашину. И с тех пор её только дорабатывали, собирая вручную. Сейчас я покажу, как устроено сердце нашей кофемашины. Это варочная группа, которую можно полностью извлечь. При помощи этого узла мы можем приготовить все виды кофейных напитков высочайшего качества. Вовнутрь этой камеры из керамической кофемолки поступает молотый кофе. И при помощи внутреннего механизма мы можем регулировать количество кофе и давление. Чтобы получить идеальный напиток, который хочет приготовить наш клиент. Федерико Ди Анжелис. Главный инженер Саека, возглавляющий компанию по производству кофемашины номер один в Италии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ КОНЕЦ КАПУЧИНО Капучино. Сию минуту. Вам с какао? Да, с какао. КОНЕЦ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Мы прерываемся для чрезвычайного сообщения. В полиции Болонье стало известно о дерзком ограблении ювелира Антонио Ричи. Обманным путем похищен бриллиант размером 137 карат под названием «Флорентинс». В краже подозревается Мария Эспозита, более известная как Белла Донна. Полицейское управление будет признательно за сообщение любой информации о местонахождении подозреваемой по телефону 339-7900. КАПУЧИНО Это идеальный капучино. Наслаждение кофе и обволакивающей молочной пенкой. Это маленькая роскошь и интимное удовольствие. Идеально подходит для тех, кто любит наслаждаться жизнью. Сенсорный анализ капучино всегда начинается с визуальной характеристики. Самое важное здесь – текстуры пенки. В идеальном капучино с первого глотка должны ощущаться оба вкуса – и аромата молока, и кофе вместе. Пенка должна немного смешаться с кофе, впитать его. Вы можете настроить по своему желанию температуру напитка, его количество, соотношение кофе и молока в капучино или латте макеата. И пенка в наших кофемашинах получается самая лучшая – высокая, густая, горячая. А этого очень сложно добиться. Особо кофейным местом всю Италию делает уже терминология. Как в опере все термины итальянские, так и все типы кофе называются по-итальянски, чего остальной мир уже, похоже, не замечает. Ну ладно, эспрессо, макьято, ристретто, капучино, но даже американский кофе, хотя спор о том, кофе ли это не окончен. Даже он называется не как-нибудь там «американа». «Буон гиордо, уно эспрессо». «Буау», « 하루 битой» Боже, как тут красиво! Великолепно! Здрасьте! Добрый день! Очень стильно, очень стильно! Давай присядем здесь! Какой длинный день! Я так устала, так устала! Стойте, стойте, подождите! Латте, пожалуйста! Латте? Латте! Два латте! Латте! Горячее, холодное? Да, два латте! Ох, что тут итальянский! Ну покажи фотографию Мне нравится это Смотри-ка, у тебя уже семь лайков Да, настоящий мачо Латте Так вот, латте Один, второй Подождите, что это? Нет! Это же молоко! Да, теплое молоко Нет! Это молоко! Это не то, что мы заказали! Нам не нужно молоко! Мы просили кофе! Кофе с молоком! А, кофе, Латте! Кофе с молоком! Вместе! Простите, моя ошибка! Кофе с молоком! Кофе с молоком! Смешанными в одной чашке без пенки! Но, внимание! Подлаты в Италии понимают только сырье, то есть молоко в чистом виде! Так же, как и сахар, например! Из-за этого с туристами постоянно возникает путаница в определениях! Но мы, профессионалы, понимаем, чего они хотят на самом деле! За нерастущим в Италии кофе итальянцы умудряются следить по всему миру! Безжалостно бракуют дефектный, отбирают лучший и везут к себе, чтобы обрабатывать, жарить, молоть и смешивать! На этих блюдцах вы видите два сорта кофе из разных частей света! На первом – сорт «Робуста караколит» – зерна в виде улиток из Индии! Зерна этого сорта кофе хорошо прожаривают до темного состояния! У напитка получится оттенок, похожий на поджаренный хлеб! Кофе этого сорта имеет нотки горького шоколада! На втором блюдце у нас промытая арабика из Центральной Америки! Зерна очень сильно отличаются по размеру и цвету! Они меньше обжарены, зерна более светлые! Это потому, что зерна промывали для того, чтобы выделить и подчеркнуть фруктовые ароматы, которые содержатся в пульпе зерна! 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА С разом? Да. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Джованни, сумки не раскуплены с зимы. Можешь и не поставлять кожу. Но я выполняю контрактные обязательства, Микеле. А я на них и не настаиваю. Но я держу своё слово, Микеле. Я человек чести. А меня ты считаешь бесчестным. Два эспрессо, сеньоры. Хороший эспрессо. Двадцать процентов аванса. Да, хороший эспрессо. Двадцать процентов аванса. И ещё эспрессо. Сию минуту. Ты же понимаешь, Микеле, что невозможно поставлять сто процентов кожи при авансе в пятнадцать процентов. Но сумки Джованни и правда не проданы. С зимы. Два эспрессо, сеньоры. Но я же исполняю свои обязательства, Микеле. Да, и я это ценю. Ты мой лучший партнёр, Микеле. Платим? Я плачу за своего лучшего партнёра, Джованни. Слушай, почему мы не заходим сюда выпить кофе просто так, без дела? Да, почему, интересно. Это идеальный эспрессо. Прекрасно подходит для перерыва на работе, чтобы быстро зарядиться энергией. То, как она делает эспрессо – главный тест для каждой кофемашины, сходящей с конвейера. Настроить и нажать одну кнопку. В данный момент здесь установлены мои настройки. Но можно всё настроить так, как нравится вам. И каждый раз, когда вы будете готовить кофе в этой кофемашине, он будет идентичен предыдущей чашке. И так будет всегда, пока вы сами не поменяете настройки. Уже видно качество кофе, который наливается в чашку. Его густоту, цвет и высокую пенку. Это идеальный эспрессо, который вы можете повторять раз за разом у себя дома. И можете быть уверены, что этот кофе на уровне лучших баров Италии. Великолепно. Кофемашина является сердцем процесса. Именно она позволяет получить из 7 граммов кофе этот густой, восхитительный эликсир. Но и роль Бористы не менее важна. Потому что именно Бориста выбирает кофемашину и подбирает сорта кофе. Всё точно так же, как в «Формуле-1». Сколько процентов успеха зависит от машины, а сколько от мастерства пилота. У САЭКО много производств и в Италии, и за границей. Этот завод собирает полторы тысячи кофемашин «Формулы-1» в день. И вот так каждый день. Макьято, ристретто, эспрессо, капучино, кафелатте. Чтоб на завтра всё повторилось снова. Будет день, будет и кофе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok